Привет-привет, добрый вечер! Привет-привет, добрый вечер! Кейт Браун из города Честерли-Стрит, что в грабстве даром? Я выберу Албанию. Ответ окончательный. А не Румынию, как думало большинство зала? Как думал самый большой процент зала? Вы же и сами думали, что это Румыния? Я не была уверена. Вы выиграли 75 тысяч фунтов! Вы просто отлично играете! Как самочувствие? Спокойнее, теперь. А то в прошлый раз нервничали. Да. Каков план, стратегия? Если не буду знать на 100%, заберу деньги. Сбежите, как заяц, забрать 75 тысяч. Мне сказали так сделать. Вот моя стратегия. Я точно не буду рисковать. Ясно. Ну, посмотрим. Когда прозвучал сигнал окончания прошлой игры, Кейт уже добралась до 75 тысяч, но потратила все подсказки. Сможет ли она пройти дальше? Вот сейчас и узнаем. Удачи, Кейт. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, у нас девятый вопрос, и я жду ваше решение. Что означает слово «альгарве»? Название главного туристического региона Португалии. Солнечный берег, Большое море, Запад, Песчаный берег. Я понятия не имею. Я думала, что какой-то вариант покажется знакомым, ну, как часть света, что ли. Альгарве. Один из ответов стоит 150 тысяч фунтов. Я очень хотела бы знать, но я не знаю. Альгарве. Жаль, нет подсказок, правда? Очень. Нет. Может быть, Песчаный берег, но, если честно, я заберу деньги. Придется. Не надо, не все так плохо. Нет, конечно. Придется взять 75 тысяч фунтов. О, горе мне! Просто я не знаю ответ, вот и... На вас мама повлияла, пока были дома, да? Уверен, что да. Ну да, сказала пару слов. Если не знаешь, даже не думай. Так и было, но я правда не знаю ответ. И я... И я забираю деньги. Точно? Ответ окончательный. Зал аплодисменты. Жаль, что вы не успели ее узнать. Она замечательная девушка и забирает 75 тысяч фунтов. Вот, держите ваш чек. Спасибо. И просто скажите, если бы вопрос стоил 500 фунтов, как бы вы ответили? Я бы сказала, песчаный берег. Ответь бы так, вы потеряли бы 25 тысяч. Верный ответ – запад. Аплодисменты. Она замечательная. И забирает 75 тысяч фунтов. Спасибо. Удачи вашей семье и вам лично. Удачи. 75 тысяч фунтов. Итак, Кейт Браун сбежала в ночь. И, наверное, поедет в Канаду с выигрышем в 75 тысяч фунтов. А мы встречаем следующего игрока, который сразится с беспощадным секундомером. Это Элвин Филимон из Бристоля. Здравствуйте, мистер Филимон. Здравствуйте. Элвин Филимон, профессиональный музыкант. Пишет джинглы для радиостанции и помогает начинающим певцам и композиторам. Элвин говорит, что мечтает стать продюсером или новым Саймоном Кауэллом. Ну что ж, удачи вам в этом. И сегодня за него болеет сестра Сильвия, которая настояла, что придет с ним на игру и хочет получить пару тысяч с выигрыша. А мы по-прежнему готовы отдать миллион за 12 верных ответов, но первые семь вопросов до 50 тысяч придется играть на время. Выиграв 50 тысяч, игрок вдохнет спокойно и сможет думать над ответом, сколько захочет. Ему помогут 50 на 50, звонок другу и помощь зала. Есть и новая подсказка, замена, но она появится только на 50 тысячах. На первые два вопроса у Элвина будет по 15 секунд, так что придется думать быстро. Все ясно? Удачи, Элвин. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером»? Вы готовы? Наверное. Наверное. Итак, первый вопрос стоит 500 фунтов. Я прочту вопрос, и как только появятся ответы, пойдет время, и у вас будет 15 секунд на окончательный ответ. Ясно? Ну что ж, удачи. Первый вопрос и 500 фунтов. Согласно пословице, что упало, то что? Время пошло. Упало, пропало, сломалось, украли. Пропало окончательный ответ. И верно, и у вас 500 фунтов. Пока неплохо. Элвин, это последний шанс уйти ни с чем, но этого не случится, ведь у вас три подсказки. На второй вопрос у вас также будет 15 секунд. Время пойдет, как только появятся ответы. А вот и вопрос. Под каким именем известны братья Джон и Эдвард Граймс? Время пошло. Джед Гримм и Джон Джедвард Джей Эд. Джедвард, ответ окончательный. И верно, и у вас 1000 фунтов. Неплохой начал, Элвин. У Элвина есть 1000 фунтов, все три подсказки, и будет по 30 секунд на каждый вопрос. Не переключайтесь. Итак, Элвин уже выиграл несгораемую 1000, значит, теперь у него будет по 30 секунд на каждый и следующий вопрос. Но вопросы усложняются, а напряжение растет. А с ним растут и деньги, и мне кажется, вы очень спокойны. Не так уж я и спокойна. А по-моему, да. Нет, все нормально. Какие джинглы вы пишете? Живенькие, чтобы... Живенькие? Да, чтобы привлечь внимание. Типа, чтобы люди, слушая радио за завтраком, подавились? На нашей радиостанции рекламируется много разных клубов. А сами диджеем стать не хотите? Нет, я предпочитаю сочинять музыку, а не играть чью-то, чужую. Ясно. Диджеи низшая форма жизни. Да, типа того, согласен. Какие мы злые, да? Ладно, у вас 1000 фунтов. Третий вопрос стоит 2000, и у вас есть все подсказки. Итак, вопрос. Фильмы какого жанра чаще всего снимает режиссер Гай Ричи? 30 секунд, пошли. Мюзиклы бандитские, вестерно-исторические. Бандитские, ответ окончательный. Сколько его фильмов смотрели? Думаю, все знаменитые. Например? Большой куш, карты, деньги, рок-н-роллер. Ясно. Ответ верный, у вас 2000. Как вы попали на радио? Мой дядя работает продюсером на BBC, и он открыл общественное радио в престоле. С помощью моих музыкальных связей, вот и дал мне рабочее место. Хороший дядя. И вы хотите, если много выиграете, открыть студию звукозаписи, да? Да, очень хочу. И, скорее всего, открою, если повезет. Ясно. У вас 2000. Все три подсказки и по 30 секунд на каждый ответ. Итак, вопрос на 5000. Где у человека находятся крестообразные связки? 30 секунд. Ноги, руки, уши, глаза. Уверен в ногах. Можно 50 на 50? Стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Элвину один верный, один неверный. Время пошло. Ноги или глаза? Ноги. Ответ окончательный. Откуда знаете? Кажется, мой дядя однажды... А не в колене, их дядя растянул. Крестообразные связки? Да, или даже порвал. Я не помню. А он носил повязку на колене или на глазу? Точно не на глазу. Ответ верный. У вас 5000. Правильно, они держат колено. Их часто футболисты растягивают. Итак, у вас 5000, и пятый вопрос может удвоить ваш выигрыш. У вас еще две подсказки, 50 на 50 и помощь зала. Смотрим пятый вопрос. В каких видеоиграх есть персонажи Нико, Беллис и Каталина? Время пошло. Баттлфилд, Гранд Тефт Авто, Галло, Сим-Сити. Бэ, Гранд Тефт Авто. Ответ окончательный. Вы такой самоуверенный? Я много в нее играл. Как и мой сын. Ответ верный. У вас 10 тысяч. Однажды в пабе восприняли за Льюиса Гамильтона. Да. Подошел мужик и говорит, мне очень нравится то, что вы делаете. А я такой, ясно. Что? Мои джингли? Потом он весь вечер хотел, чтобы я его угостил, а я не понимал, почему он считает, что я должен его угощать. А он просто думал, что я богат и значит должен угощать своих фанатов. Вот такая история. Конечно, должен. А потом мой друг узнал, что мужик думал, я Льюис Гамильтон. Ну и думал бы дальше. Так я потерял бы больше денег, чем заработал. Ясно. У вас 10 тысяч. Шестой вопрос стоит 20 тысяч. Ну, а вы, Элвин, потихоньку ползете вверх. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. За сборную какой страны играет Дидье? Дидье, Дрогба. Время. Алжир, Кордивуар, Намибия, Чад. Кордивуар, ответ окончательный. Ответ верный. У вас 20 тысяч. Мне показалось, вы слегка сомневались. И ждали, когда появится Чалси. Просто не хотел спешить. Нет, нет, все правильно. Можно потратить пару секунд, чтобы убедиться. Мне нравится с вами играть честно. Итак. Следующий вопрос стоит 50 тысяч фунтов. Если не ошибетесь, вы гарантированно уйдете от нас, забрав 50 тысяч. Седьмой вопрос из возможных 12. Из какого металла делают милостыню, раздаваемую королевой на Страстной Четверг? Вопрос на 50 тысяч. Золото, серебро, медь, никель. Можно взять помощь зала? Да, стоп, часы. Итак, зал. Дело серьезное. Вопрос на 50 тысяч. Слушаем. Из какого металла делают милостыню, раздаваемую королевой на Страстной Четверг? Кнопка А. Золото. Б. Серебро. С. Медь. И Д. Никель. Один из ответов стоит 50 тысяч. Голосуем. 6% за золото, 44% за серебро, 23% за медь, 27% за никель. Время пошло. Можно позвонить другу? Конечно. Стоп, часы. Осталось 21 секунда. Так, вы можете выбрать одного из трех друзей. Ну, ничего себе. Это что, у Биси ногти? Да, это ногти. А как она возьмет трубку? Узнаете, ее ногти старше, чем я, так что она уже приспособилась. А Том зачем переоделся? Просто дурачился. Но вы на нем женились? Конечно. Ладно, кого выбираем? Думаю, Биси. Биси, с длинными ногтями. Да, верно. Ладно, звоним Биси, задаем вопрос. Скажите, что вопрос на 50 тысяч? Нет. Нет, не надо. Ее же ничем не испугаешь. Вы удивитесь. Алло. Биси. Алло. Биси, Крис Таррент, как дела? Привет, Крис, хорошо, а как у вас? А я смотрю на ваши фото с ногтями. Давно они у вас? О, да, почти 20 лет. Скажите, а как вы сейчас держите ногтями телефон? Нормально держу. На правой руке ногти короче, чем на левой. Так и держу. Ясно. В общем, справляюсь. Ладно, шутки в сторону. С нами играет Элвин. И он застрял на одном вопросе. Господи. Нет, нет, все хорошо, очень хорошо. Он думает, вы знаете ответ. Я надеюсь. Сейчас вы услышите Элвина. Он задаст вопрос и даст варианты ответа, один из которых верный. Все ясно? Ясно. Итак, удачи, Элвин. Время пошло. Привет, Бися. Из какого металла делают милостыню, раздаваемую королевой на Страстной Четверг? Золото, серебро, медь или никель? О, боже. Я не знаю, Элвин, не знаю. Ничего страшного. Может быть, золото, но я не знаю. Ничего. Прости, Элвин. Спасибо. Удачи. Спасибо. Удачи. Надо же. Ну и плакса. Это еще ерунда. Запускаем часы. 6% зала за золото, 44% за серебро, 23% за медь, 27% за никель. Сперва я думал серебро, но я беру деньги. Ответ окончательный. Неожиданно. Вы правильно сделали. Ведь вы могли потерять 19 тысяч, если вы ошиблись. Но я скажу вам, пока вы не ушли. Не хотите, чтобы я говорил. Нет. Верный ответ был серебро. Верный ответ был серебро. 44% зала были правые. Но ошибись они, вы бы себя возненавидели. Их тоже. Да, точно. Аплодисменты. Он уходит. 20 тысяч. Отлично сыграли. До свидания и удачи. Пока. Элвин с радостью забрал деньги. А значит, пора встречать, надеюсь, очень умного игрока из Кембриджа. Руд Шо. Здравствуйте. Все хорошо? Спасибо. Все хорошо. Надо верить в себя. С нами Руд Шо. Мать-одиночка, 10-летняя София, работающая где угодно, чтобы свести концы с концами. Она окончила Кембридж и Оксфорд, а сейчас получает степень доктора по изучению изменений климата. В общем, она будет спасать планету, если не получит работу мечты. Тайный покупатель в магазине Прада. И в нашем зале ее поддерживает брат Том. Итак, начинаем сначала. 12 вопросов, первые 7 из них на время, 1 миллион фунтов, 3 подсказки, чтобы добраться до 50 тысяч, где вы получите четвертую. По 15 секунд на первые 2 вопроса. Удачи, Руд. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером». Итак, Руд, сосредоточились. У нас первый вопрос на 500 фунтов. В какой части тела обычно колет? Время пошло. Нога, колено, плечо, бок. В боку ответ окончательный. Вы довольны ответом? Да. Молодец, он верный. У вас 500 фунтов. А второй вопрос гарантирует, что вы вернетесь в Гембридж с тысячей фунтов. У вас все три подсказки, еще 15 секунд. Как только появится вариант ответа. В каком детском стишке есть строчка? До того мы закружились, что на землю повалились. Время. Хлоп сказал «Хорек», «Хоровод рос», «Бебе овечка», «Джорджи Порджи». «Хоровод рос», ответ окончательный. И вы такая. «Хоровод рос», я знаю ответ. Неправда. Ответ верный вам тысяча фунтов. Вы просто светитесь от счастья. Прям гора сплечь. Еще бы, у вас тысяча фунтов. Итак, Рут выиграла тысячу, сохранила все подсказки, а когда мы вернемся, она сыграет на две тысячи. И на каждый ответ будет по 30 секунд. Не переключайтесь. Итак, мы играем с Рут Шой из Кембриджа, которая ничего не знает о нашем маленьком сюрпризе. Привет, Рут. Надеюсь, сегодня тебе крупно повезет, и ты выиграешь столько, что сможешь закрыть все долги, и хватит на отдых. Мы будем сидеть, скрести в пальцы, пока их не сведет. Удачи! Удачи тебе. Кто это? Это Кейт, мама. Как мило. Да. Ладно, а почему вы не позвали маму сюда? Если бы я ей сказала, она бы разболтала всей школе, и я бы сюда не попала. Но вы здесь. А вдруг она бы сглазила? Зато сейчас она очень рада, как я ее сделал. Да. Ясно. Вы кусаете губы, когда нервничаете? Да. Что-то пока не заметил. А я еще не нервничаю. И у вас фобия на сыры? Да. Ненавижу запах сыра, внешний вид и вообще сыр. Ясно. Итак, у вас тысячи фунтов и три подсказки. Наш третий вопрос стоит две тысячи фунтов, и у вас будет тридцать секунд на ответ. И так будет до 50 тысяч, а потом вы успокоитесь. Насколько сможете. Перестанете спешить с ответами и получите новую подсказку. На какую сумму нацелились? Хватило бы 20, но 50 покрыли бы все долги, и еще осталось бы. Долги по студенческому займу? Да. Сколько, простите за любопытство, сколько вы должны? Около 30 тысяч. Боже, значит, эта несчастная тысяча погоды не сделает? Печально. Мне пришлось взять кредит, чтобы прилететь сюда, так что сделает. А, ну понятно. Да. Итак, у вас тысяча фунтов, третий вопрос стоит две тысячи, и у вас будет 30 секунд на ответ. С кого копировал свое поведение Джонни Депп, играя роль Джека Воробья в фильме «Пираты Карибского моря»? Время пошло. Джон Леннон, Ози Озборн, Кит Ричардс, Боно. Думаю, это Кит Ричардс. Мой окончательный ответ – Кит Ричардс. Зачем кому-то ходить, как Кит? В этом и есть шутка. Ответ верный. У вас две тысячи фунтов. Вот я чего не пойму. У вас очень сложная жизнь. Вы как-то работали в магазине «Вайт Роуз», заснули на кассе и попали волосами в конвейер. Дважды. Два раза. Мне кажется, это необычно. Я просто слегка клюнула носом, кончик прически затянула, и тут же я проснулась. Кошмар. Я притворилась, что чищу ленту, а сама вырывалась. Боже. Ладно, потом все расскажете. У вас две тысячи фунтов. Что хорошо, и у вас не тронуты все подсказки. А наш четвертый вопрос стоит пять тысяч фунтов. О, нет! Клянусь, я этого не ожидал. Да, знаю. Кажется, что я специально подсунул такой вопрос, но, клянусь, это чистое совпадение. Поверьте мне. Да, очень смешно. Ладно, что из этого сорт сыра? Время. Пти Бельжик, Пти Италии, Пти Свист, Пти Англитер. Без понятий. Я спрошу у зала. Ладно, стоп, часы. Итак, зал, вопрос про сыр. Слушаем. Первая подсказка Рут на вопрос за пять тысяч. Что из этого сорт сыра? Кнопка А, Пти Бельжик. Б, Пти Италии. С, Пти Свист. Д, Пти Англитер. Голосуем. Вопрос на пять тысяч. Три процента за Бельжик, шесть за Италии, восемьдесят два за Свист, девять за Англитер. Время пошло. Это высокий процент, и мой окончательный ответ – Пти Свист. Вы ненавидите вопрос про сыр, да? Я его боюсь. Ответ верный. У вас пять тысяч. Спасибо. Простите за вопрос, зато посмеялись. Пятый вопрос стоит десять тысяч. Вы можете удвоить выигрыш. У вас есть звонок другу, очень хочу на них посмотреть. И пятьдесят на пятьдесят, ясно? Итак, пятый вопрос. Можно удвоить выигрыш, и у вас будет тридцать секунд. В 2009 году Дэвид Хэй победил Николая Валуева и стал чемпионом мира. Почему вы так смотрите? Я обожаю бокс. И стал чемпионом мира в какой весовой категории? Тридцать секунд. Тяжелый, средний, легкий, полусредний. Тяжелый, ответ окончательный. Вы помните? Да. Валуев большой? Два метра и тринадцать. Он ростом Северенс, да? Но Хэй победил. Ответ верный, у вас десять тысяч. Валуев, русский боксер, был тяжелее на сорок четыре килограмма. Вы правда любите бокс? Обожаю. Вы один из самых страшных игроков, которых я видел. Многие любят бокс. Как можно любить бокс и не любить сыр? Это странно. Все любят хорошую драку, да? Все любят хороший сыр. Ладно, у вас десять тысяч фунтов и две подсказки. Звано в другую и пятьдесят на пятьдесят. Шестой вопрос стоит двадцать тысяч. Вы не обязаны отвечать. Можете взять обе подсказки и все равно забрать деньги. Но вы еще не покрыли долги, так что надо выигрывать. Итак, шестой вопрос. Зоб. Это разрастание какой железы? Время. Гипофиза щитовидной надпочечника слюнной. Щитовидный, ответ окончательный. Быстро справились, да? Я долго жила в Сафоке. У вас был зоб? Нет, но я часто видела. В каком месте? На кассе магазина иудированного питания. Долго рассказывать. Ответ верный, у вас двадцать тысяч. Вы хотите сезонный билет на игры клуба лиц? Да, хочу. А также билет в Метрополитен Опера? Да. Даже в несколько разных театров. Ну, еще бы. А какая она, ваша дочь? Она чудесная. Очень смешная. И очень энергичная. И странная. Нет, она прелесть. Ну, конечно, прелесть. Не пошла в маму, она нормальная. Итак, у вас двадцать тысяч. Вы уже много выиграли. Да. Пробиваясь, как в боксе. У вас есть звонок другу, а я очень хочу увидеть ваших друзей. И пятьдесят на пятьдесят. Если сейчас ответите верно, вы уйдете от нас, забрав минимум пятьдесят тысяч. Ясно? Но, напомню, потому что люди часто паникуют. Если, прочитав вопрос и потратив подсказки, вы недовольны ответом, берите деньги. Время будет идти, но вы не обязаны отвечать. А если ошибетесь, вы потеряете девятнадцать тысяч фунтов. И будет плохо. Ясно. Итак, седьмой вопрос стоит пятьдесят тысяч фунтов. Слушаем. Какое из этих животных считается хладнокровным? Тридцать секунд пошли. Хорек, лягушка, крылан, лиса. Лягушка, ответ окончательный. Почему так уверены? Остальные млекопитающие, а хладнокровных млекопитающих не бывает. Думаете правы? Думаю, при таком выборе да. Вы могли взять подсказку. Могла, но это точно не млекопитающее. Верно? Вы выиграли пятьдесят тысяч. Вы умница, Рут. Прямо чувствую, как долги слетают в плеч. Прощайте, мистер долг. Смотрите. Не дотянусь. Берите. Чтобы не случилось, вы заберете минимум эту сумму. Пятьдесят тысяч. Рады? Да. Итак, Рут заберет минимум пятьдесят тысяч. Мы забываем секундомер, как страшный сон. Теперь она может расслабиться и не спешить с ответами на следующие вопросы. А что еще лучше, у нее появилась новая подсказка. Замена. Рут может попросить заменить непонравившийся вопрос на другой. Это ее право. Итак, у вас пятьдесят тысяч фунтов и еще три подсказки. Если вопрос не понравится, вы сможете его заменить. И вдруг появится тот, на который вы будете знать ответ. Вы в пяти вопросах от одного миллиона фунтов. Все становится очень серьезно. Итак, восьмой вопрос на семьдесят пять тысяч фунтов и у вас три подсказки. Смотрим. Вы можете спокойно отвечать, ведь ничего не потеряете. У вас уже есть пятьдесят несгораемых тысяч. Если поехать из Лондона прямо на юг, какая африканская страна окажется на пути первой? Алжир, Ливия, Мавритания, Тунис. Вопрос на семьдесят пять тысяч фунтов. И у вас три подсказки. Сейчас я буду выглядеть глупо, ну и пусть. Наверное, да. Первым в голову приходит Тунис, но я не помню, с какого бока находится Алжир. Точно не Мавритания и точно не Ливия. Пятьдесят на пятьдесят не поможет? Сомневаюсь. А может, из Лондона прямо на юг, через Париж, прямо вниз через Италию? Можно звонок другу? Можно? Я географ, это ужас, конечно. А друг будет знать? Вопрос-то очень тонкий. Вспоминаю, кто много ездит. Вы много ездили, везде были. И в Тунисе я была, да. Пожалуйста, пятьдесят на пятьдесят. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив рут, один верный и один неверный. Мой окончательный ответ – Алжир. Где Мавритания? Где-то намного ниже. Вы выиграли семьдесят пять тысяч. Чек! Быстрей! Не пытайтесь утащить. Знаю, вы хотели взять пятьдесят и семьдесят пять тысяч. Пятьдесят – несгораемая сумма, а семьдесят пять можно забрать в любой момент. Взгляните. Приятно, да? Ну как? Да! Хорошо тут у вас. Семьдесят пять тысяч фунтов. Что сделаете первым делом? Погашу долги. А еще надо что-то решать с жильем. Мои сестры и братья тоже в плохой ситуации и не могут позволить себе отдельное жилье. А что насчет вашего брата? Ему тоже нужна своя квартира. Попробую помочь ему с ипотекой. Он кивает и радостно улыбается. Да, да, я представляю. Но он же ничего не сделал. Да. Итак, у Руд семьдесят пять тысяч фунтов и еще две подсказки. Замена непонравившегося вопроса на другой и звонок другу. Она в четырех вопросах от одного миллиона фунтов. Не переключайтесь. Вы смотрите заключительную часть игры «Кто хочет стать миллионером?» Рудшо очень хорошо идет. Она... Смотрите. Она сама в это не верит. Получила чак на семьдесят пять тысяч и сохранила две подсказки. От миллиона... Подумайте, от миллиона фунтов ее отделяют всего четыре вопроса. Да. Вы осознаете это? Я быстро осознала, потому что целыми днями только и думала о долгах. Их нет. Тук-тук. Кто там? Долги? Долги тут больше не живут. У вас семьдесят пять тысяч фунтов. Пятьдесят из них несгораемые. Самое главное, у вас еще две подсказки. У вас умные звонки другу. Очень-очень умные, но вопросы из их тем уже прошли. Например? Брайан знает спорт. Стив всю науку. Прямо всю науку? Да, он как энциклопедия. А моя мама просто знает все, правда. Она знает все. Ну, понятно. Делаю серьезно. У вас семьдесят пять тысяч фунтов, из них пятьдесят несгораемые. А девятый вопрос. Обожаю этот момент. Люди начинают сомневаться. Сейчас можно удвоить выигрыш до 150 тысяч или потерять 25 и забрать 50. Ясно? Все просто. Вы не обязаны отвечать и можете забрать 75 тысяч. Можете взять обе подсказки, звонок другу и замену и все равно забрать 75 тысяч. Итак, у нас девятый вопрос на 150 тысяч фунтов. Какая песня оказалась самой популярной, когда общество исполнительских прав составило первой официальной караоке Чарт Британии в 2009 году? Не спешите, посмотрите вариант. Я выживу Дилайла, Ангелы, Ватерлоу. Я сразу подумала про Дилайлу, но и я выживу очень популярно, поэтому прошу заменить вопрос. Пожалуйста. Ладно. И мои друзья вряд ли знают. Окушайте песни с караоке, правда? Да. Да. И мои друзья вряд ли. Ваша же мама знает все. Да, верно, верно. Не хотите услышать, как мама обложит Глорию Геймер? Нет, я меняю вопрос. Ладно, и все же, как бы вы ответили? Я выживу. Наверное. Должен сказать, если бы вы так ответили, вы потеряли бы 25 тысяч. И у вас осталось бы 50, ведь правильный ответ Ватерлоу. Итак, вы правильно сделали. Ответа нету. Вопрос канал в лету. Вот новый вопрос. Какой актер и комик приходится кузенам телеповару Кларисе Диксон Райт? Александр Армстронг, Бен Миллер, Дэвид Митчелл, Роберт Веб. Полегчало от смены вопроса? Да, я позвоню другу. Ладно, вы можете выбрать одного из троих. Брайан, Стив и Кейт ваша мама, которая знает все. А остальные? Науку и спорт. Наука и спорт. Думаю, Стив спорт, а Брайан науку. Наоборот. Так и знал. Ладно, позвоним Кейт. Да? Да. Отлично. Сказать, что вопрос стоит 150 тысяч фунтов? Нет. Она бы сосредоточилась, но вам решать, конечно. Ладно, скажите, чтобы она мне не сказала, о, может быть. Да, такое бывает. Да. Алло? Кейт! Да. Крис Старлент, добрый вечер, как дела? Спасибо, хорошо. А как у вас? Неплохо, спасибо, что спросили. Итак, передо мной сидит Рут. Ясно. Она у вас очень странная дочь, верно? Да, местами. При этом она хорошо играет. Так. Но застряла на одном вопросе. Не переживайте, мама, но вопрос на 150 тысяч. О, нет, боже мой. Зря вы сказали. Наверное. Ясно. Мама, есть хорошая новость. У нее несгораемая сумма в 50 тысяч. Несгораемые 50 тысяч. Деньги серьезные, правда. Но сейчас с вашей помощью мы попробуем выиграть 150 тысяч. Все ясно? Да. Дальше будет говорить Рут, задаст вопрос и даст варианты, один из которых стоит 150 тысяч фунтов. Удачи, Рут. Ваше время пошло. Привет. Такой актер и комик приходится кузенам телеповару Кларисе Диксон-Райт. Александр Армстронг, Бен Миллер, Дэвид Митчелл, Роберт Веб. Кузен Кларисы Диксон-Райт. Я не знаю, кто кузен Кларисы Диксон-Райт. Александр Армстронг, Бен Миллер, Дэвид Митчелл, Роберт Веб. Ну, мама! Мама, знающая все. Мама, мама, мама. Итак, что делаем? Я о них впервые слышу. Какой актер и комик приходится кузенам телеповару Кларисе Диксон-Райт. Александр Армстронг, Бен Миллер, Дэвид Митчелл или Роберт Веб. Один из ответов стоит 150 тысяч фунтов. Можно заработать или потерять 25. Потеряете 25 тысяч или выиграете еще 75. Но, если честно, Руд, вы не знаете ответ. Да, не знаю, но Александр Армстронг, Бен Миллер, Дэвид Митчелл, Роберт Веб. Думаю, кто-то из них самый роскошный. Роскошный? Представляю лицо брата, если скажу, буду рисковать. Александр Армстронг. Кузен. Нет, я не знаю и заберу деньги. Я про них в жизни не слыхала. Он должен быть довольно старым, если он ее двоюродный брат. Но я про них не слышала. Я беру деньги. Ответ окончательный? Да. Аплодисменты. Она забирает? 75 тысяч фунтов. Ну и раз уж вы здесь, скажите. Давайте. Что сказать? Какой вариант вы бы выбрали? Ну же. Возможно, Александр Армстронг. Если бы вы сказали Александр Армстронг, я забрал бы ваш чек, разорвал на кусочки и заменил бы чеком на 150 тысяч. Ну и отпустили. На русский язык программа озвучена компанией Видеофильм ТВ по заказывателю компании Стрим в 2012 году. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ